У вас спильная справа, успехи и поразки. Одна компания и... Одне коханья на двоих. Здавалось бы, ничего плохого в этом не имеет. Пока про ваш роман не узнаются коллеги, тогда уже никто не смотрится, как вы работаете. Все спостерегатимы, кто кого ждет после работы. А если вы уже посваритесь просто в офисе? Очень важный и опасный момент, когда люди приходят и потом еще дома это все перетирают между собой. Я бы не рекомендовала. Все-таки семья, она должна быть семьей в первую очередь. Это должен быть тыл, это должно быть уютно, комфортно. Информовать коллег про ваши стосунки не важно. Будьте готовы, что рано или поздно комусь доведется звольнитися. Адже стосунки будут нагадывать про работу, а значит, рискуют стати обовязкой. Коханья перетворится на рутину. Лучше не работать вместе, потому что все равно оно накладывает свои отпечатки, да, личные отношения и рабочие отношения. Большие службовых романей закинчиваются разрывом. Втім, это не привид их не заводить. Згадайте, как колись вы щоранку не хотели идти на работу. А думка про то, что в офисе вы встретите коханую людину, изменила ставление до работы. И в жодном случае не отмывайте от стосунков только потому, что они службовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова